Девять педагогов из Чувашии вошли в топ лучших учителей России. Они получат гранты президента страны. А гранты главы республики ждут 34 учителей. На уроки победителей отправилась наша съемочная группа. У него хурон. Давайте вспомним, что такое хурон. С чувашского языка хурон переводится как береза. И ученики Ирины Диаровой это точно знают. Ирина Алексеевна начала преподавать с пятого класса. До этого я не любил чувашский. Но как Ирина Алексеевна начала преподавать, он мне сразу болелся. Потому что она все объясняет. И у нас урок проходит в форме диалога. И из-за этого я знаю много слов. В этой школе Ирина Алексеевна работает почти 20 лет. За это время она научила любить чувашский язык сотни детей. Учитель сам должен быть патриотом своего языка, своего народа, своей культуры. Вот этим я, наверное, и привлекаю детей. И до этого времени мне никто еще не сказал, зачем он нужен, чувашский язык. У педагога множество дипломов, грамот, наград. А теперь и грант президента страны. Ирина Алексеевна делится своим профессиональным секретом. Когда учитель просит где-нибудь участвовать на каких-нибудь конкурсах, конференциях, если дети отзываются, если с ними можно найти общий язык, то победа будет. А если ты только сам один работаешь, то этого гранта бы не получилось. 62-я Чебоксарская школа. Кабинет 218. Учитель Людмила Петровна Николаева. За партами в Тараклашке. К ним у Людмилы Петровны особый подход. В 62-й школе она преподает 22 года. Ее ученики – постоянные участники конкурсов и олимпиад. В этом году впервые прошла международная олимпиада по чувашескому языку и литературе. Победитель – 11-классница Юля. Ученица Людмилы Петровны. Это было неожиданно. Я не поверила. Я говорю, призеры – нет победителя. То есть какое-то такое небольшое шоковое состояние. А потом радость, конечно же. Как быстро запомнить незнакомое слово? Людмила Петровна нашла ответ. Она стала сочинять небольшие стихотворения, которые потом повторяла вместе с детьми. И это стало началом ее писательской карьеры. Я когда пошла туда, к редактору, мне сначала сказали, что стихи не актуальны. Что нужно писать о компьютерах, о современных технологиях. Но я сама удивляюсь своему упорству. Я сказала, так, тема животных, тема дружбы, она всегда актуальна. Ее стихи можно встретить на страницах многих сборников. Поэтому использовать этот метод обучения могут и другие учителя чувашеского языка. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Рена Гавилян, Республика.